Зая, я пошел мусор выкинуть. Зая, стой, ты еще не ушел, ты бутылку забыл. Зай! Миш! Вы ключи забыли! Эй, ключи! Мам, папа, ключи, ешкин кот! Ваш уж налево, капец! Зая, ты забыл бутылку выкинуть. А, давай, да, забыл ее. Слушай, а ты ключи не забыл, надеюсь? Ключи? Блин, а ты не брал? Я не взяла, у меня вообще ничего с собой нет. Ты серьезно? Ну зашибись, блин, а если дверь заклопнулась? Блин, она реально заклопнулась. Доброе утро, булочка. Просыпайся скорее. Мы сегодня одни, родители уехали. А то ты чего-то уже заспала сильно. Я уже полчаса сижу над тобой. Мама и папа уехали. Ты хочешь еще поспать? Я пошел в лоточек. На. 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 О, кушать будем. Наконец-то, я уже не могла дождаться. Миша нас кормит раньше. Куда они вообще уехали? Можно мне две хотя бы? Вот сюда мне положить. Ура, спасибо, очень вкусно. Можно добавку? Спасибо, моя любимая. Любимка, а ты мне дашь хотя бы одну? О, спасибо. Мой гадобал. Какие пальцы вкусные. А чего его так много, а не так мало? Спасибо, моя хорошая. Я так и думала, что ты мне тоже дашь. Это что, получается, сегодня ты наша хозяйка? Да. А обед сегодня будет? Да. Спасибо. Маша, я очень пить хочу. Блин, хорошо, конечно, что ты меня вывела погулять, но посмотри, какой холод. Прогоняет еще, говорит, иди гуляй. Жесть. Давай, помогу, булочка. Держись за мою холку. Давай, 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 держись, держись. Вот, ай. Ау, тихо. Я случайно не знал, что тут нельзя. Эй, Маша, я проверила. Горка супер, погнали. Эй, вы к моей девочке не подходите, пожалуйста, дядя. Я с ней гуляю, я за нее ответственный. Слушай, Кевин, меня тут такая идея посетила. Получается, если она о нас заботится, кормит и поет и все такое, и мы же должны о ней заботиться. Она же еще совсем маленькая. Если мы можем день без родителей, то она совсем никак. Слушай, Билли, да ты же гений. Ты прав, абсолютно. Она же совсем малютка. А как мы будем за ней ухаживать? Так, ладно, надо собраться. Как там это делают родители? Они ее поят, кормят, а что-то еще там забыл. Предлагаю первым делом с ней поиграть. Билли, а как мы будем с ней играть? Я с малышами играть не умею. Понятия не имею. Я умею играть только в мяч, а его я здесь не вижу. Какие-то пирамидки, машинки и прочая штука. О, у нее машинка. Смотри, ее можно пинать лапой, а она будет догонять. Дай-ка я попробую. О, смотри, видел? Кажется, она заинтересовалась. Блин. Ну вот, Билли, ты ее расстроил. Давай скорее другую игрушку. Она, кажется, уже сама нашла другую игрушку. Эта машина побольше. Я не смогу ее сдвинуть лапой. О, я нашел кое-что. Маша, иди скорее, будем играть. Он очень далеко закатился. Там куча всего, а мячика не видно. Точнее, я только что его видел и случайно загнал лапой вдаль. Честное слово, Кевин, последний раз на это подписываюсь. И то только потому, что родаков нету. Так бы, ни за что бы. А, блин, куда она меня везет? Чего, приехали? Блин, я застрял. Кевин, Реша, кто-нибудь. Ну ладно, давай теперь я с тобой во что-нибудь поиграю. Может быть, червячков подостаем? Том, как тебе идея? Ага, вот этих. Мама. Кажется, он хочет к маме, надо ее отвлечь. Что-нибудь надо придумать, срочно. Вот видишь, вот здесь внутри сердечко. Вот такое вот маленькое сердечко. Смотри, Биль. Ух ты, мама, что это за золото? Да не знаю, обычное белое золото. А какое еще золото бывает? У-у-у, слушай, много разновидностей. Красное, желтое, белое. Цифровое, кстати. Цифровое? Это что такое? Я никогда в жизни не слышал. Цифровое золото, Кевин, это я про биткоин. Несмотря на все сложности современного мира, биткоин стабильно растет. В размере? Ага, Кевин, в цене. Ну вот смотри, Кевин, например. Привет, Сири, какой курс биткоина? Вот что мне удалось найти в интернете. Ну вот смотрите, ребята, например, с начала февраля биткоин вырос уже просто нереально. Посмотрите, где был график в начале февраля. Сегодня только 14-е, а он уже вот где. Вот, например, за последние сутки цена выросла на целых 6%. Компания Авалон покупает крипту по самым выгодным ценам и продает просто на пике. Они в этом деле, ребята, между прочим, уже целых 7 лет. Даже вам двоим меньше, если сложить. Для того, чтобы стать инвестором этой компании, нужно только желание. Остальное сделают они 1,3% вложенной сумме каждый день. Стань одним из 400 тысяч инвесторов, пройдя быструю регистрацию по ссылке в описании. Засыпай, упай, спи, мой пуплик, засыпай. Спи, малышка Марша, сладкая лапуся. Ручечки малюшки, носик малышок. Слышь, Вэн, самбль, она давно уже спит. Чего вы тут распелись? Вообще-то мы ее укладывали вдвоем. Я муслыкала, Кевин пел, по какой-то бездельничал. Ничего не бездельничал, я, между прочим, гулять не ходил. Слушайте, ребят, меня тут такая мысль осенила. Если Маша следит за нами, то получается и мы должны следить за Машей. Вы ведь подумайте, она же еще совсем маленькая и сама почти ничего не умеет. Что там обычно мама с папой делают? Давайте продумаем и будем делать все то же самое, что и они. Ага, я тоже уже об этом подумал. Мы должны обеспечить ей полную безопасность, иначе как? Так, ребята, давайте соберемся и первым делом вспомним, что обычно мама и папа делают с малышкой. Ну, что вообще делают с такими маленькими детьми. Я знаю только то, что таких маленьких детей нужно обязательно кормить сищей. Так что, если кто-то из вас хочет, можете попробовать. Слышь ты, папа, у тебя сиськи самые огромные, потому что ты самый толстый. Эй, нет, вообще-то это не подходит. Нужны нормальные человеческие. Я думаю, что без груди она сможет какое-то время. Зачем сейчас ей грудь, если она уже достаточно взрослая? Мне кажется, первым делом ее нужно хорошенько накормить. А как мы ее накормим? Вы ее уложили? Обалдеть, я в это не верю. Неужели вы действительно ее уложили, и она спит? Я в шоке. Кстати, Олеша, ты не могла бы грудь дать? Какую грудь? Я даже сладуна не кормила. Тебя даже мама не кормила, понял? Ну и что, какая разница? Не было, наверное, молока. Ага, или не захотела. Ладно, сейчас не об этом. Давайте так, давайте вспомним, что она кушает. Я точно помню, что какие-то продукты мама и папа готовили ей на кухне, и она их прекрасно ела. Но нужно приготовить ей еду, пока она спит. Кстати, я видела, что они ей готовят. Так что, в принципе, я могу пойти и приготовить. Ага, как ты одна справишься? Ты думаешь, там все так просто? Просто взял и просто приготовил? А чего не просто в это? Я тоже, кстати, видел, что она кушает. Тогда, наверное, пойду я, и пойдет Ариэла. А мы тогда со сладуном останемся ее сторожить. Если она проснется в ближайшее время, я поиграю с ней в мячик. А то, блин, мне что-то так сильно спать самому хочется. Я уже просто не могу. Нагулялся от души. Не спишь? Нет, не сплю, смотрю. Ладно, тогда я пока подремлю. Потом поменяемся. Так, что мы можем приготовить из еды? Хм. Это у нас ножи, чтобы готовить. Это блендер. Так, куча, куча, куча всего. Каша овсяная, каша 5 злаков, макароны, рис, пшено. О, хм, она вроде бы все из этого ела. Так, давай насыпем чуть-чуть. Вот так вот. О-о-о. Вот так вот. Немножко кускуса. Ой. Что-то, похоже, пока невкусно. Может, помешать надо? Так. Опа. Блин. Я приготовил, но что-то не понимаю, где нарушена рецептура. Я не понимаю, это это ребенку или птичке приготовила? Это еда для попугайчика. Это все нужно было как минимум сварить. Вот потому что надо было не уходить, а нужно было самой готовить. Теперь я все продукты перевела за тебя. Что теперь ребенок будет есть? Мы чего не там орут? Эй, вы чего тут орете? Вы нам ребенка чуть не разбудили. Она уже дергается вся. Ага. Нам пришлось прийти к вам на разборки. Да, Белеборь? Да. Вы орете просто как сумасшедшие. Ребенок спать не может. Про таком оре. А потому что мы решаем, чем ее накормить. Да, фигово решаем. Я испортил, между прочим, всю еду, которая была у нас. Да ничего ты не испортил. Ребята, у нас же есть нормальная еда для нее. Ты куда сел, какать что ли? Да нет. Просто сел. К тебе поближе. Понятно. Сейчас я покажу, что есть. Вот же, смотрите. Отличная огуша. Очень вкусная. Ты издеваешься? Раньше сказать нельзя было? У меня уже лапы заболели, как я все это мешал и пересыпал. Ага. И правда, Белебой. Если ты знал, что там есть пауч, можно было сказать об этом заранее. Ну извините, братаны. Я же не знал, что вы такие недогадливые. Как мясные банки, так вы знаете, где брать. А как с этим, с грушей, так сразу все не знают. Эй, ты куда пошел? Я памперс выбрасывать не буду. Он же грязный. Не-не-не, почему она выбрала меня? Я тоже не хочу выбрасывать памперсы. Сам выбрасывай. Это не мое дело памперсы выбрасывать. Ого, куда она его тащит? Братан, куда она его тащит? Она, кажется, несет его в помойку, слышишь? Ты куда, малышка? Эй, смотри мне за ней. Фу, от памперса пахнет. Давай-давай-давай, аккуратно. Не ушибись. Она в помойку, братаны. Обалдеть, она выкинула, слышите? Ребят, все ок. Очень умная. Не переживай, я не смотрю на тебя. Я просто контролирую процесс. Ой, воды слишком много. Аккуратнее. Не бегай. Медленнее. Ну что, кажется, Слади ее купает. Все нормально. А сколько времени? Во сколько детям спать, ты знаешь? Нет, я понятия не имею, но я думаю, что около девяти или десяти обычно становится тихо. Мама! Она маму зовет, слышал? Слышал? Кажется, искупались. Да, иду. Привет, Булочка. Ты искупалась? Какая ты чистенькая. Все такое душистое. Обожаю детское мыло. А поцелуешь? Я же твой любимый кот. Спасибо. Ты такая сладкая. Моя самая лучшая девочка. Эй, я же был твоим любимым. Что такое? Видишь, руки мыть, руки мыть. Нужно каждый день. И зубы чистить надо каждый день. Сейчас вечер, поэтому давай чисти зубы хорошенько. Показывай, как ты чистишь. Ну-ка, я смотрю, смотрю. Вот так вот. Умница. Правильно. Надо каждый, каждый день чистить. Почему в песне про это не поется едить-колотить? Все, ребята, я уложил малютку спать. Все нормально. Она посмотрела мультики, почистила зубы и легла на подушечку и уснула. Систю не просила, да у меня и нету их. Ну ты гениален, Билли. Ты просто молодец большой. Если бы не ты, я вообще не знаю, как мы бы справились. Ух, я надеюсь, все-таки родители откроют дверь и вернутся скоро. О, слышите? Кажется, щеколда поворачивается. Давайте резко все по местам и спать. Фух, надеюсь, ребятам понравилось это видео. И они поставят много лайков. Субтитры сделал DimaTorzok